Вместе с Стивеном Хокинсом они занимались изучением Вселенной, черной дыры, то это была и теория относительности, и специальная и общая, и квантовая механика, и теория информации, и Шеннон, и Тьюринг, и биология, и нейронные сети. И все это излагалось настолько глубоко и последовательно, что невольно приходилось возвращаться, пересчитывать. Это я не знаю, даже рекламу делаю или антирекламу, но если есть свободное время и желание провести его с толком, то вот, наверное, эта книга – это да. Но то, что я сейчас буду рассказывать, оно, безусловно, касается этой книги, но скорее правильнее было бы сказать так. Оно во многом навеяно прочтением этой и последующих книг. Последующие имеется в виду – это то, что Хокинс писал вместе с Пенроузом, и сам это «Краткая история времени», «Краткая история Вселенной», и так далее, и так далее, «Тени разума». И вот, кстати, что интересным образом вот так вот тонит вот это прочтение книги и сегодняшний формат, Курилка Гутенберга, да, первая книга, которая была издана Гутенбергом, была «Библия». Библия – книга основополагающая, но, с другой стороны, ее можно смотреть по-разному. Дает ли она ответы или больше задает вопросы. В зависимости от того, как ты настроишься, ты будешь ее читать по-разному. Если ты пытаешься там найти ответы на все вопросы, ну да, конечно, флаг тебе в руки. Если тебя это интересует с точки зрения задать себе вопросы, ты найдешь там много интересных вопросов. Вот эта книга задает такое количество интересных вопросов, что после этого, конечно, жизнь меняется и становится интересно в этих вопросах разбираться. Сейчас я расскажу о части вопросов, в которых я разобрался, и которые постараюсь вот именно в формате на пальцах объяснить. Ну, и если не сломаю мозг, то, возможно, что-то будет и понятно. Видимо, будут возникать небольшие паузы, когда надо будет перелистывать, не сразу это происходит. Итак, мы живем во Вселенной, которая подчиняется определенным физическим законам. Эти физические законы многообразные, мы их проходили в школе, потом проходили в институте, потом многие мы знаем, многие не знаем, а многих догадываемся, а на некоторых спорят, некоторые общепризнаны, а некоторые еще являются глубокими теориями. Тем не менее, есть некие такие вот фундаментальные принципы, которые, наверное, лежат все-таки в основе мироздания. Вот принцип неопределенности Гезенберга, что нельзя одновременно определить для элементарной частицы и координаты, и импульс. Вот, либо то, либо другое. Ну, или в варианте, когда нельзя определить одновременно энергию и время. Вот, опять же, некая неопределенность. Фундаментальность этого, это основа самой материи. Ну, если так немножко, опять же, на пальцах объяснять, в чем тайный смысл этого, если мы захотим, возьмем звук. И вот мы говорим, хотим этот звук измерить какими-то характеристиками. Что мы знаем про звук? Вот берем некий интервал и говорим, в этот момент воздух колеблется, и мы имеем колебания. И мы можем в каждый момент времени сказать про звук, какой частоты эти колебания, какой их спектр. Казалось бы, можем. А на самом деле мы можем взять только некий интервал и посмотреть, сколько в нем вот этих колебаний. И когда мы начнем интервал сужать, делать меньше, то выяснится, что уже полных колебаний там нет, а по вот этому кусочку, который там остался, невозможно сказать ничего о частоте. То есть, либо мы можем сказать о частоте звука, но тогда временной интервал будет широкий, либо мы сужаем этот временной интервал, но тогда ничего не можем сказать о частоте. То есть, вот тот самый принцип неопределенности. Затем, со школы все помним, что есть такой корпускулярно-волновой дуализм, когда элементарные частицы ведут себя и как частица, и как волна. В зависимости от чего, да ни от чего, никто не знает от чего, а вот ведут и так, и так. В некоторых ситуациях удобнее их рассматривать как частицы, в некоторых как волну, ну а вообще это одновременно и то, и то. Понять это решительно невозможно, можно принять наверху. Затем принцип квантовой механики. Основной это принцип квантуемости состояния, что оказывается квантовая система, ну любая система, просто система, которая квантами называются те, которые сопоставимы вот с малой величиной, сопоставимы там с постоянной планкой. Вот там эти законы наиболее заметны. Чем мы больше переходим в макромир, тем статистически эти законы обобщаются, и мы их перестаем замечать. Так вот, для квантовых систем система может находиться не в каких угодно состояниях, а только в некоторых разрешенных. Вот эти разрешенные состояния, только в них система может из одного перескакивать в другое, могут меняться там сами эти состояния, но тем не менее нету вот этой плавности, нету плавности изменений, нету плавности разрешенных энергетических состояний. Сама система эволюционирует, эволюция подчиняется уравнению Шеттингера, и в момент, пока идет эволюция квантового состояния, система не имеет какого-то определенного значения. И только в момент, когда мы совершаем измерение, происходит так называемый коллапс волновой функции, и в этот момент мы можем сказать, что система приняла одно из вот этих разрешенных состояний, после чего опять система находится в своем эволюционном состоянии, и нельзя говорить о том, что с ней происходит. Можно говорить только о спектре возможных значений, после чего мы делаем измерение и определяемся с тем значением, которое система приняла на этот раз. Вся материя, которая нас окружает, она не просто хаотично витает, а определенным образом уложена на самом разном уровне. На уровне вещества это строение атомов, потом строение молекул, потом это кристаллические решетки вещества или просто воздух, в котором молекулы витают. Но тем не менее, все вот эти частицы определенным образом организованы. Мы не рассыпаемся в однородной массе, а имеем определенное строение, если я про людей говорю. Если мы говорим про планеты, то планеты имеют определенную форму, солнечные системы имеют определенное строение, вселенные, галактики и так далее, и так далее. Вот вся эта кухня, она держится за счет полевого взаимодействия, что частицы на всех уровнях взаимодействуют, создают поля, которые обеспечивают вот эту вот самоорганизацию материи. И ставим, не торопясь. Да, поле слабое, да, взаимодействия никакого. А там, а, получилось. Иногда ощущение, что там за сценой кто-то сидит, когда слышишь, что я начинаю, он терится, он там кнопочку сам нажимает. Затем, есть такая фундаментальная вещь, как принцип наименьшего действия Гамильтона. Это принцип, на котором держится, из которого вытекает вся математика классической механики, и из которого вытекает вся квантовая механика. Ну, смысл крайне простой, что если у нас свет распространяется, то он распространяется самым кратчайшим образом. Вот не идет он по каким-то там длинным траекториям. Если что-то падает, то оно падает именно так, как падает. Ну, короче, каждое тело двигается так, как ему предписано. Так вот, оказывается, что вот эта предписанность, она и есть принцип наименьшего действия. Это я вам перечислил про то, как устроен физический мир. А теперь, значит, о той модели мозга, которой изучением я занимаюсь и с построением занимаюсь, и о неких информационных процессах, которые происходят вот у нас в коре. Ну, классическая модель, она выглядит так, что есть нейрончики, есть связи между ними. И вот если нейрончик имеет связи с какими-то входными, определенное сочетание узнал, отреагировал. Вот, настройкой весов вот этих связей можно регулировать, на какие сигналы нейрон будет реагировать. Это такая классическая модель. Есть волновая модель. Она выглядит таким образом, что определенные сигналы могут распространяться по коре. Нейроны при этом могут настраиваться на такой сигнал. И когда волна определенная проходит мимо, на него реагировать. Соответственно, несколько волн, которые принесли информацию на кору, вызывают срабатывание тех детекторов, которые настроены на эти сигналы. А вот самое интересное, что дальше получается так. Вот эти детекторы образуют определенный узор. Это называется нейронный ансамбль, там или паттерн. И вот такой паттерн сам запускает новую информационную волну, которая распространяется по коре и является ее выходом. И вот там оказывается, что очень много интересного можно из этой модели сделать. Механизм такого распространения, он, если опять же очень просто на пальцах, выглядит так, что нейроны, они имеют там не только синапсы, которыми могут что-то воспринимать, но и дендритную поверхность, на которой с помощью так называемых метаботропных рецепторов они могут фиксировать некие окружающие картины, когда нейроны вокруг, именно вокруг, рядом с ним, проявляют в определенной области определенную активность. И вот конкретное место дендрита на это реагирует, и за счет этого нейрон приобретает способность узнавать определенный объемный сигнал. И вот когда нейроны приобретают такую способность, оказывается, что если возникает на коре какой-то паттерн активности, то этот паттерн активности начинает распространять вокруг себя, вот серенькие обозначены, волну, расходящуюся волну спонтанных спайков. А спайки бывают там вызванные, когда они подряд идут, а бывают единичные, они называются спонтанные. Вот эта волна спонтанных спайков расходится от вот такого источника активности, и она-то и несет информацию о том паттерне, который ее создал. И главный фокус-то какой? Что когда вот эта волна проходит через определенное место коры, она создает узор, вот этот узор здесь, а вот это другой паттерн, который запустил волну, и вот он создает такой узор. И эти два узора настолько различны, что перепутать их невозможно. А самое главное, что эти узоры повторяемы, то есть если опять вот этот паттерн зажгется, то здесь пройдет ровно такая же волна. И вот за счет такого фокуса кора может обмениваться информацией с любыми участками, то есть в одном месте коры появилась какая-то информация в виде вот такого паттерна, запустила волну спонтанных спайков, в другое место коры пришло. Значит, для того, чтобы кора могла вот таким образом себя вести, необходимо, чтобы детекторы, на коре детекторы, это не просто нейронщики, это так называемые критикальные колоночки. Это нейроны, которые расположены друг по другу и реагируют на один и тот же стимул. Почему? Зачем? Это долгий разговор. Но самое главное, что эти колоночки располагаются не случайным образом, а по определенной системе. Если опять же на пальцах системы, вы не думаете, что это сейчас так до конца будет. Я сейчас такие вот совсем сложные вещи, ну необходимые расскажу, а потом начнется немножко ближе к дискотеке. Так вот, детекторы на коре располагаются таким образом, что те понятия, которые встречаются совместно, вот в окружающей действительности совместно проявляются, детекторы этих понти оказываются рядом на поверхности коры. Вот это, например, как организована зрительная кора, на ней зрительные детекторы. И вот они образуют так называемые пинвелл-конструкции, когда вот в одном месте сходятся сразу несколько направлений, а каждый цвет обозначает одно из направлений. Вот линии показаны, вот на это направление реагируют эти детекторы. При этом детекторы, которые расположены, например, вот в этой области, они и на сетчатке глаз расположены не строго вот так вот один под другим, а приблизительно в этой области. Ну могут гулять по вот этому пространству, но недалеко, сюда он не догуляет. Вот где-то по такому. А дальше происходит какое чудо, что поскольку мы в жизни видим, в основном, вот если брать маленькие участки, то все, что стоит, стоит из кусочков прямых линий. Вот под разным, могут просто наклоненных. А иногда кружочки. Вот основное, что распространено, это кружочки и прямые линии. И вот оказывается, что детекторы, которые расположены здесь, красненькие, это все детекторы прямых линий. То есть, когда мы видим прямую, вот эти детекторы выстраиваются здесь. Просто они, опять же, расположены. Вот, короче, вот они и выстраиваются везде. А если взять центр, это пинвелл-конструкция называется, то это соответствует кружочкам, когда мы видим кружочек. Вот они, все направления в одном месте. Ну и последнее про мозг, что вся вот эта организация коры, она нужна для того, чтобы сформировать память, всякое разное, что в итоге обеспечивает возможность формирования поведения. И вот поведение, оказывается, подчиняется так называемому обучению с подкреплением или принципу оптимальности Беллмана. И, соответственно, уравнение, которое описывает механизм обучения с подкреплением, это механизм, это вот уравнение Гамильтона якобы Беллмана. Ну а теперь, собственно, к чему я все это? Случайно ли первое и второе? Сейчас поясню сам суть вопроса. Вот если мы немножко откатимся назад, то оказывается, что когда кора оперирует какими-либо понятиями, то понятие — это некая волна вот этих спонтанных спайков, которые распространяются, а потом срабатывают детекторы. И вот оказывается, что волны спонтанных спайков, которые распространяются, они себя ведут как дуалистичные частицы. Потому что вот паттерн, вот волна, которую он запустил, вот в каждом месте эта волна, когда проходит, она дает паттерн, и этот паттерн запускает волну дальше. То есть, дойдя до какого-то места, паттерн образует конструкцию, которая запускает волну. И если мы в каждый конкретный момент времени поймаем его, мы увидим, ну, теперь частицу. А вообще-то это волна. И вообще-то он одновременно и частица, и волна. А то затормозили его, увидели частицу. Посмотрели как бы целиком, получили распространяющуюся волну. Вот в точности тот самый дуализм корпускулярно-волновой. Более того, тут и принцип неопределенности. Потому что если мы возьмем вот это пространство и начнем его сужать, то в какой-то момент узор станет маленький, и по этому узору уже нельзя сказать, что за понятие мы видим. Мы можем увеличить, но тогда мы можем несколько волн сразу задействовать, поймать, и уже мы не сможем точно сказать, о чем конкретно у нас идет разговор. Ну и сужать опять же. Вот такая вот некая квантовая неопределенность. Когда мы размещаем детекторы по пространству коры, то механизм, который обеспечивает похожие детекторы рядом, это изменение общего мембранного потенциала нейронов, которые там, где нейроны срабатывают, они зато меняют мембранный потенциал соседних нейронов, это заставляет их, соответственно, запоминать какие-то, ну тоже становиться детекторами тех сигналов, которые присутствуют. Плюс там еще несколько механизмов. Так вот, самое интересное, что все эти механизмы имеют точную аналогию с полями, которые создают частицы, которые создают материя, и с помощью которой происходит организация этой материи. То есть, оказывается, формирование самоорганизующейся структуры коры, как расположены эти детекторы, подчиняется законам полевого взаимодействия. А дальше оказывается, что вот этот принцип оптимальности Беллмана, почему название это уравнение Гамильтона и Якоби Беллмана, потому что, хоть и в разных областях, но это одно и то же уравнение. То самое, которое определяет эволюцию квантовой системы, и оно же определяет поведение человека. Математика одна и та же. Кроме того, когда волна распространяется по коре, информационная волна, выясняется, что могут быть для одного понятия разные детекторы, расположенные в разных местах. И какие из этих детекторов активируются, определяется целым комплексом обстоятельств. То есть, грубо говоря, контекстом. То есть, если у нас есть какая-то информация, то одно и то же понятие может в разных контекстах по-разному звучать и иметь разный смысл. И вот у коры есть механизмы, которые позволяют выбрать то место коры, где именно детекторы сработают и отреагируют. Но удивительно другое, что в тот момент, когда волна распространяется по коре, информационная, мозг не имеет определенного состояния, то есть, знания о том, как это понятие реализуется, в какой смысл оно приобретет. Можно привести аналогию с тем, и это достаточно точная аналогия, поскольку проистекает из этого. Когда мы говорим, то каждое отдельно произнесенное слово не несет за собой смысла, оно несет за собой целый спектр смыслов. А вот когда эти слова складываются вместе, возникает смысл того, что сказано. И вот в этом сказанном каждое слово приобретает конкретное значение из своего спектра. И вот такая операция, когда у нас есть спектр значений для каждого из слов, и совокупность этих слов, этих спектров, дает нам некий смысл, но один, вполне конкретный. Но, кстати, он может быть такой, а может быть и другой. Один фразу понял так, другой понял ее по-другому. Это удивительным образом соответствует тому, как происходит эволюция, а потом коллапс волновой функции, то есть, как происходит поведение квантовой системы. И вот теперь вопрос. Случайно ли такое совпадение? Есть такой антропный принцип. Антропный принцип задает вопрос. Вселенная, которая нас окружает, почему она имеет такие законы? Дело в том, что эти законы, они как будто специально заточены под возможность существования не просто жизни, а разумной жизни. Точнее, даже не просто разумной, а именно жизни, да и вообще просто под какое-либо существование. Что имеется в виду? Оказывается, достаточно немножко изменить хоть какую-то константу, которая определяет поведение нашего окружающего мира, не только константу, а и сами законы хоть немножко изменить, то невозможно будет существование никакой маломальской сложной материи. Совсем на пальцах просто это объяснить как? В основе жизни лежит углерод, то есть длинные белковые молекулы. Так вот, ни одно вещество не может образовывать длинных молекул. Иначе бы мы видели еще какие-нибудь хитрые небелковые соединения и небелковую жизнь. Только белковая, только на основе углерода. Только молекула ДНК и РНК возможна на основе вот этого углерода, да, С12. Но фокус в том, что достаточно хоть чуть-чуть поменять физические законы, и даже углерод не будет образовывать тогда вот этих длинных белковых молекул. И тогда ничего сложного не возникнет. Это из области химии. А из области физики огромное количество законов как будто бы специально создано для того, чтобы могла вообще существовать сложная материя, чтобы могли образовываться звезды, могли образовываться планеты. Чуть-чуть что-то поменять не получается, вещество распадается, получается некий хаос. Но сегодня известно, насколько я помню, 28 основных констант и законов, которых малейшие изменения моментально разрушают возможность существования жизни. Соответственно, как объяснить вот именно такую заточенность мира под существование жизни. И есть очень красивая теория, которая действительно многое объясняет. Можно предположить, что наша Вселенная это Вселенная, которая на самом деле не просто существует, умирает, потом рождается, а то, как это происходит в биологии, еще и наследует свои свойства, то есть свои физические законы. И вот наследуя свои физические законы, Вселенная может еще и мутировать, то есть определенным образом могут происходить случайные мутации этих законов и может возникать Вселенная с немножко другими законами. И если предположить, что эти Вселенные существуют в многообразии и что они, например, конкурируют между собой за вещество, за материю, за Бог знает что, что через черные дыры, например, происходит рождение новых Вселенных, которые там от новой Вселенной воруют вещество, еще что-то, тут сложно предположить конкретный механизм, но если предположить сам факт того, что Вселенная существует в эволюции и законы Вселенной меняются от одной Вселенной к другой, то тогда получается, что то, что мы сейчас видим и те законы, это результат колоссальной эволюции Вселенных, которые в итоге пришли к тем самым законам, к тем самым правилам, которые обеспечивают существование, вот в том числе и разумной такой жизни, как мы. А дальше оказывается так, что проверить, действительно ли Вселенная результаты эволюции достаточно тяжело. Ну вот, уже упомянутый там Стивен Хокинс, например, не так давно написал книгу, выдвинул теорию, он показал, что распределение вещества в нашей Вселенной не случайно, а наследует, что это некий отпечаток предыдущей Вселенной, которая была до нас и которая в результате вот большого взрыва разлетелась и так далее, и так далее. Но вот этот разлет не был случайным, а сохранил себе свойства и отпечатки предыдущей Вселенной. И, соответственно, можно предположить, что где-то вот в этом направлении и есть механизм наследования свойств физических законов. Как он сделан, пока неизвестно. Но то, что нам известно и то, что мы наблюдаем и то, что мы знаем наверняка, что мозг-то человека точно возник в результате эволюции, биологической эволюции. И что это результат случайных мутаций, когда менялись какие-то правила поведения, правила игры для мозга, менялись правила игры для неровных, для вообще белковых клеток. И в результате получился вот тот мозг, который достаточно хорошо отвечает вызовам природы и удовлетворяет нашим потребностям к мышлению. И вот можно предположить, что если уж те законы, которые возникли в коре мозга, в мозгу и вообще управляют нашим мышлением, результат эволюции, и вот они такие, то тогда можно объяснить и предположить вот это вот, почему похожи законы Вселенной и те правила, в которых работает мозг. Потому что решая приблизительно одинаковые задачи, до Вселенной это было создание сложной материи, высокоорганизованной, которая может вот решить какие-то проблемы. А для мозга это создание сложных информационных структур, которые должны обеспечить решение сложных информационных задач. И там, и там природа в результате эволюции пришла к схожим решениям и к похожим механизмам. Приблизительно как мы, ну, такая часто используется аналогия, любую электрическую цепь, можем представить в виде неких трубок с водой, всяких конструкций и течение тока заменить течением воды и получить очень точную аналогию и объяснить поведение одного другого, заменив конденсатор мембраной и так далее. Вот такая аналогия между мозгом и Вселенной которая объясняется через эволюцию, она сама по себе достаточно интересна. Но, наверное, самое интересное здесь это те следствия, которые проистекают. Значит, самое, наверное, загадочное в квантовой механике это вот парадокс Эйнштейна Подольского Розена, который возник как вопрос об интерпретации вообще законов квантовой механики. Сам вопрос возник в том, вот квантовая система. Мы еще не измерили состояние квантовой системы. Да, мы говорим, что квантовая система имеет какие-то состояния, но вот мы не знаем этих состояний, потому что система их еще не имеет, или мы их не знаем просто потому, что мы еще не измерили. А эти состояния, они там есть, и когда мы измерим, мы просто его тогда и узнаем. И вот тут и возник в основной спор между Эйнштейном и Бором. И тогда появилась знаменитая фраза Эйнштейна, что я не верю, что Бог играет в кости. Эйнштейн настаивал, что квантовая система она уже имеет состояние. Просто мы его не знаем. А Борг говорил, нет. Нету состояния. Его не существует. И только в момент измерения система определяется. И вот этот вопрос привел в итоге к тому, что были придуманы способы экспериментальной проверки. И вот когда опыты были проделаны, это вот неравенство Белла, так называемое, оказалось, что действительно прав был Борг, и что система не имеет состояния. Просто в принципе не имеет. Это не попытка играть словами, не попытка запутать. Нету у квантовой системы никакого состояния. И только в момент измерения оно возникает. Так вот, оказывается, что именно это очень хорошо относится не только к квантовым системам, но и к информационным процессам мозга. Что, оказывается, мы, когда оперируем какой-то информацией, не можем использовать какие-то понятия и четко этим понятиям говорить, вот соответствует определенный смысл, и все. А мы оперируем, мы как люди, я имею в виду, понятиями, которые многозначны, у которых есть спектр значений. И точно так же, как квантовая система определяет свое состояние, точно так же мы определяем тот смысл, который содержится в информации, в тот момент, когда вот у нас произошел некий там коллапс этого смысла. Вещь эта глубоко неочевидная. Собственно, ради этого я сейчас и хочу заострить. Пять минут есть еще у меня? Пяти минут нет? Две минуты есть? В три. Так вот, ради чего был такой долгий разговор. Значит, Алан Тьюринг придумал машину и сказал, давайте мы попробуем формализовать некие операции, которые делаются над информацией. И сделаем это так, чтобы машина работала четко, детерминированно, чтобы она делала шаг, и каждый шаг был прогнозирован, предсказуем и так далее. Фон Нейман придумал архитектуру современных компьютеров, и все мы знаем, как работают современные компьютеры, они четко выполняют инструкции, которые им предписаны. Команда есть, выполняю, шаг сделан, все, система получила состояние. И вот эта детерминированность, она проявляет себя как? В математике, это как однозначная интерпретация всех высказываний. Нельзя в математике работать с понятиями, которые не четко определены. Тогда говорят, что это уже литература. Традиционное программирование. Программы однозначно пишутся и однозначно выполняются на всех компьютерах. Если одна и та же программа на разных компьютерах выполняется по-разному, это считается там баг-ошибкой или там у программиста грязные ручки. Затем есть юриспруденция. Есть такой мощный момент, как я разговаривал часто с юристами, хорошими юристами. Очень многие из юристов верят, что система законов, да, несовершенная, но если мы улучшим эти законы, если мы их усложним, если мы их допишем, если мы там какие-то спорные моменты разрешим, то рано или поздно мы получим систему законов, в которой все будет четко, отрегулировано и все будет хорошо работать. Так вот, в 31-м году Гёдель, математик такой, положил конец всем этим надеждам юристов, математиков, да и программистов. Он доказал, что оказывается любая система достаточно сложная и мощная, ну а в частности он доказал это для формальной арифметики, которую содержит, любая такая система будет либо неполна, либо противоречивая. То есть, либо в ней найдутся всегда высказывания, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть в рамках этой системы, либо если дополнить эту систему новыми правилами и законами, система окажется внутренней противоречивой. И самое главное, что выхода из этой ситуации нет. 30 секунд, минута. У программистов, кстати, ну программистов имеется в виду те, кто занимается искусственным интеллектом, та же проблема встала, но встала в чем? Что это Сёрл сформулировал как парадов с китайской комнатой. Если я имею книгу с какими-то сложными правилами, а мне на вход кидают определенную информацию, шарики с надписями, а в книге написано, что мне с этим делать, то я на выход могу кидать какие-то шарики по правилам, которые написаны в книге. И если эти правила сложны достаточно, то я никто не сможет понять, знаю я китайский или нет, имеется в виду, что шарики, на них написаны китайские ролики. И я могу там что-то переводить, какие-то операции делать и так далее, и не разберешь. И вот вера, что можно так усложнить вот эту книгу правил, чтобы в итоге можно было вести себя разумно, она на самом деле споткнулась на то, что не могут компьютеры никак вот по таким правилам работающие сделать ничего толкового. Самое страшное произошло, точнее, даже не страшное, а самое забавное произошло с юристами, которые в какой-то момент поняли, что не работает система закона в принципе, что любые законы, которые будут придуманы, при должной изобретательности можно обернуть как в одну, так и в другую сторону. Как говорят, закон что вышло, куда повернешь, так и вышло. Так вот, оказывается, никакая система законов не позволяет справедливо судить, потому что талантливый юрист всегда найдет такие лазейки в законе, что докажет, что черное-белое, а белое-черное. Когда это поняли, не осталось ничего, кроме как вести суд присяжных, когда собрали людей и сказали, вы не знаете закона, но вы будете слушать то, что говорят по существу вот эти соревнующиеся стороны, и вы решите, виноват, не виноват. И оказалось, что такая система на удивление работает. Ну вот, собственно, теперь последняя фраза, и я заканчиваю, что вот этот момент о том, что для того, чтобы решать задачи для организации сложных систем Вселенной и природе, понадобилось ввести вот этот механизм неопределенности квантовой системы, потому что и дискретное состояние, неопределенности квантовой системы, и только тогда природа смогла создать вот эту сложную материю. Так вот, оказалось, что достаточно сложные логические конструкции, схемы, модели поведения мозгу удалось создать только тогда, когда он воспринял те же самые принципы и перешел от оперирования с четкими понятиями к вот такой системе, где понятия идут через спектр, а сама система определяет свои значения в момент коллапса. Все, спасибо за внимание. Сейчас какую-нибудь картинку оставлю позабавнее. Да, слушай. Я не программист уже давно, так получилось, когда-то учил в руки, потом стал кулистиком, сейчас занимаюсь включением компетенции, психологии, в общем, полный мешанин в башке и бардак. Но в 87-м году я написал программку на практике, которая была очень просто. Я взял книжку великих мыслителей, высказанный, вбил ее, а потом, когда человек пишет какой-то вопрос, то эта программа попросишь ему алгоритму находит хотя бы одно длинное слово, находит мысль и подает ему эту мысль. И, в общем, все, кто вбивали, идти в один раз, слушай, это офигенно, она разговаривает со мной. Так вот, скажите, люди, потому что вы говорили, да, по поводу волновой теории мозга, я так понимаю, наш мозг также работает, да? Совершенно так же. То есть, мы можем зацепиться за одну фразу, увидеть потом ответ, который, может быть, кто-то сказал там сто лет назад совершенно по другому поводу, но истолковать его так, что это будет соответствовать ответу на наш вопрос. Найти в нем какой-то другой смысл и так далее, и так далее. Вот приблизительно, что было с программой. Просили повторять вопросы, чтобы всем было слышно, но я уже успел ответить, наверное, из ответа понятия на сам вопрос. Еще есть вопросы? Вот чувствуется, загрузил как, да? По поводу компетенции. Я сейчас пришел к выводу, просто три года занимался этим, что все, где сидящие в зале, это совершенно программируемые люди, и по определенному от этому я могу вывести их поведение по физиогномике, по психофилологическим параметрам. И это тоже так, да? Ну, модели поведения никто не отменял. И Эрик Берн писал, да, о том, что все мы играем в какие-то игры. Вот те модели поведения, они, которые, ну, описаны, ну, или вообще формируются, они, конечно, существуют. Но, во-первых, сам принцип, как формируются эти модели, интересен. И вот это и описывается как раз обучением с подкреплением. А, во-вторых, нет гарантии, что человек всегда будет вести по одному и тому же алгоритму. В отличие от компьютера, который всегда будет вести себя именно так, если в него специально не вставить какой-то рандомизатор. Человек от неких обстоятельств, причем минимальных обстоятельств, может повести себя по-другому. Ну, вот, например, мне очень нравится такой пример, когда монахи одного монастыря послали в Ватикан запрос «Уместно ли курить во время молитвы?» Ну, и получили вот по поводу того, что, ну, как же так. Монахи другого монастыря написали запрос «А можно ли, когда куришь, помолиться?» Вот, поэтому одно и то же поведение, нюансы, нюансы, нюансы многое определяют. Да. У меня еще 40 минут есть? Это такой вопрос, это коварный, в двух словах точно не скажешь. Тем более, что нет, ответа не знаю, могу только на эту тему много рассуждать, но это действительно так. Как продолжение предыдущего вопроса, согласны ли вы с тем, что сознание появляется там, где возникает сложная информационная система, как в мозге? Чем сложнее взаимодействие между иеронами сейчас, тем выше уровень сознания. Соответственно, если в камне уровень сознания практически ничтожен, то чем выше связи, например, сложные, сетя? Ну, тут скорее так. Мы единственные, где пока наблюдаем сознание, это в мозге. А мозг — это сложная система. Еще мы, ну, хоть напрашивается вывод, что, наверное, это как-то взаимосвязанное. Но, тем не менее, я скорее склоняюсь к тому, что сам факт сознания — это вещь одного порядка вообще с пониманием, а что такое материя. Потому что разделять материю и сознание, наверное, не совсем уместно. Наверное, это, в принципе, одно и то же. И просто разные формы проявления материи. Просто то, как мы воспринимаем свое сознание и то, как мы видим материю, выглядит по-разному. Но, скорее всего, это где-то одно и то же. Где, как, если бы знал, тогда бы точно рассказал. Да? Я не вижу принципиальных к этому каких-то препятствий. По крайней мере, есть, как это принято говорить, трюк, да? Сейчас об этом много говорят, вот это интерфейсы человек-компьютер. У нас мозг — это множество зон коры. И вот смоделировать зону коры вне мозга — это вполне возможно. Смоделировать целое полушарие вне мозга — это вполне возможно. Вот это вот. Сейчас уже понятны принципы, как взаимодействуют зоны коры, как информационные процессы происходят. Так вот, в какой-то момент можно иметь, скажем, половину мозга, вынесенную наружу. Вот будет ли там сознание в этой половине мозга — не знаю, но информационные процессы там будут проистекать точно. Но при этом мы будем считать, что второй половины мозга, которая у нас биологическая, будет достаточно для сознания. Можно ли потом подключить какую-то другую биологическую половину, чтобы она осознавала? Но вот это вопрос пока не ясный. Короче, это опять вопрос сознания — не знаю. Да, кто-то ещё руку поднимал? — Я хотел спросить по поводу возможно ли создать свой интеллект на базе современной архитектуры? Вы видите, вы отвечаете, что возможно? — Ну, это вопрос Веры. Я верю, что возможно. Только уточняю, что современная архитектура — вопрос широкий. Я знаю там как минимум несколько таких людей, которые уверены, что только их архитектура позволит добиться сильного искусственного интеллекта. Я отношусь к одному из них, но у меня своё направление. — Скажем так, развитие технологии квантовых ускорит? — Безусловно, ускорит. Квантовые компьютеры и... — Что такое квантовые? — Ну, опять же, если совсем на пальцах, то квантовая система, она не занимается перебором, вот как традиционный компьютер, для того, чтобы понять, есть ли у меня там в памяти что-то, да, я должен перебрать все исчезки памяти и посмотреть. — Последовательно? — Да, последовательно. Другого варианта нет. Ну, можно представить себе такую архитектуру, назовем ее расточительной архитектурой. Если у нас вот есть сколько-то ячейок памяти, а в каждой ячейке памяти сидит свой процессор. И когда у нас возникает какой-то там вопрос, есть ли в памяти число, не центральный процессор перебирает эти ячейки памяти, а каждая ячейка памяти сама смотрит, соответствует она или нет. И тянет руку, отвечает и так далее. Естественно, что при такой вот дикой распараллельности происходит многократное ускорение всех процессов. И вот если брать мозг и нейроны мозга, то они устроены где-то так же. Каждый нейрон – это элемент, который… нельзя сюда ходить. Это элемент, который может выполнять одновременно несколько сот тысяч действий. Вот так, сейчас не объяснить, но я рассказывал на предыдущих выступлениях, что дендритная поверхность имеет вот эти специфические места, и они могут реагировать на определенные сигналы, тем самым, как бы сразу проверяя, есть ли у него в памяти, там сохранено ли это значение. И вот в этот момент такой нейрон приобретает некие квантовые свойства, то есть он одновременно выполняет там сотни тысяч операций. Так вот, то же самое делает квантовая система. Если нам удается взять элементарные частицы, запутать их между собой, то эта система имеет определенный спектр значений, и когда мы в квантовую систему подаем некие исходные данные, она не перебирает что-то, она моментально выдает нам некое свое состояние итоговое момент коллапсового функции. Вот это состояние есть как бы ответ на заданный вопрос. И весь смысл квантовых компьютеров это научиться правильно задавать вот эти вопросы, то есть так запутывать квантовую систему, чтобы ее ответ был нам интерпретируем как ответ на наш вопрос. Но это происходит как бы сразу за одно действие. Все, снимай этот микрофон. Спасибо, Алексей.